45. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части запрета применения контактных способов тренировки, дрессировки животных. Доклад Ольги Викторовны Тимофеевой, пожалуйста. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, один из призывов за защитников, которые неделями и месяцами стояли перед стенами Государственной Думы, один из призывов, который они писали в собранных и подписывали петициях в сотнях тысяч обращений к нам, в том числе и к вам, был призыв запретить издеваться над дикими животными. Ведь над дикими животными порой издеваются и в цирках, и в зоопарках, и в контактных зоопарках, и в квартирах, и в первую очередь на притравочных станциях. Что это такое? Это место, где готовят охотничьих собак. Мы с вами живем в 21 веке, но видим практически ежедневную кровавую травлю животных. Животных убивают ради тренировки. Специально искалеченных, привязанных на цепь, лис, медведей используют просто как мишень. Таким образом собак учат охоте. Дикие животные на притравочных станциях порой содержатся как расходный материал. У них выкалывают глаза, выкалывают клыки, срезают когти. Для чего все это делается? Ответ простой. Чтобы не повредить породистую охотничью собаку. Но, впрочем, лучше один раз увидеть, чем представить то, о чем я сейчас вам говорю. Субтитры создавал DimaTorzok Все это происходит не где-то в диких краях, все это происходит в чертах городов. Только по данным зоозащитников в Подмосковье около 20 притравочных станций, по всей стране их 200-200. Но мы говорим о том, только зарегистрированных притравочных станциях. Как таковых данных статистики у нас сегодня нет. Такие станции зачастую содержат люди, вообще не имеющие отношения к охоте. Это люди, которые выводят породистых собак. И, к сожалению, притравкой занимаются не только для охотничьих собак, но и для бойцовых собак. Для чего это делается? Ведь порой бойцовая собака потом гуляет рядом на детской соседней площадке. Тоже возникает вопрос. Более того, мы нашли притравочные станции, которые соседствуют с базами отдыха. Вы понимаете, какое жестокое зрелище предстоит, и это давно уже стало особым видом забавы. Должны ли мы реагировать на данные факты? Когда в начале этого года мы начинали работу над базовым законом об ответственном обращении с животными, это был один из наиболее важных пунктов, который был внесен изначально. Мы столкнулись с охотничьим лобби, мы столкнулись с лобби владельцев притравочных станций, потому что для этих людей это реальный бизнес, и они реально каждый день зарабатывают на этом деньги. Сегодня, когда дорабатывается основной закон, стало понятно, что поправки о запрете контактной приправки нужно вносить в федеральный закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов. И мы с коллегами из разных фракций этот законопроект сегодня внесли. Что он предусматривает? Во-первых, где могут предусматриваться обучения собак? Мы выносим это за города, только территории охотничьих хозяйств, только там, где есть охотничья инфраструктура. Мы предлагаем установить требования к питомникам и вольеров, потому что сегодня, как содержится в полувольных условиях наши дикие животные, не прописано нигде. Но и самое главное, законопроект вводит запрет на контактную приправку. Обучение охотничьих собак проводится только бесконтактным способом, звучит статья поправки, не допускающими жестокое обращение с животными. Такие способы существуют во всем мире. Сегодня более 70 стран уже давно перешли на бесконтактные способы. Швеция, Финляндия, Норвегия, Ирландия, Португалия, Италия. Дикие животные при этом не повреждают повреждения и есть абсолютно легальные способы. Используются следы, капли крови, визуальный контакт, запах животных ограждают друг от друга сеткой, стеклом. Коллеги, мы сейчас говорим только о запрете подготовки, дрессировки охотничьих собак контактным способом, когда животное соприкасается с живым, диким животным. Хочу сказать, что мы не говорим о запрете собой охоты с собаками, но во многих странах мира, когда мы начали изучать законодательство, запрещена и охота с собаками. Сегодня мы слышим, вы загоните притравку в тень, но как мы ее можем загнать в тень, если она сейчас в тени? Она не регламентируется сегодня ни одним законом. В течение года, пока мы обсуждали поправки, когда мы говорили о том, что мы принципиально будем настаивать на несении этих поправок в закон, мы не увидели никакой отдачи, не увидели ассоциацию охотников, которая должна была предложить на законодательном образом, что же такое притравочные станции. Сегодня к нам в страну приезжают владельцы стран собак из Европы, которые хотят получить корочку, что собака прошла контактную притравку, контактный поединок с животным. Такого сегодня нет ни в одной стране Европы, кроме как у нас. У нас пока это возможно. Это сегодня бизнес, которому мы сегодня хотим поставить запрет. Мы считаем, что этим законом мы сможем остановить ту жестокость, которая происходит сегодня на контактных притравочных станциях, там, где сегодня готовят собак. Факты издевательства над животными уже сегодня подпадают по 245-ю статью Уголовного кодекса. Мы с вами корректировали ее буквально в эту среду. Надеемся, что до конца года этот законопроект будет принят. И хотим сказать, что запрет контактной притравки, на наш взгляд, это следующий логичный шаг для наведения порядка в этой сфере. Надеемся на вашу поддержку. Спасибо за внимание. Спасибо. Садоклад Николай Петрович Николаев, пожалуйста. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, мы внимательно рассмотрели данный законопроект. Я не буду повторяться. Хочу сказать, что, конечно, все вопросы всегда, которые связаны с охотой, с охотхозяйствами, они вызывают большое количество вопросов, споров, дебатов и так далее. Связано это, конечно, прежде всего с тем, что в нашей стране очень много традиций, связанных с охотой. Но здесь не только в этом проблема. К сожалению, надо констатировать, и мы отмечали это не раз уже на заседании комитета, что законодательство об охоте и охотничьих хозяйствах, к сожалению, оно на сегодняшний день у нас совсем несовершенно. И нам еще очень много предстоит работать в этом направлении, потому что на сегодняшний день пока Министерством природных ресурсов и экологии, которое отвечает за данную тематику, большое количество инициатив, к сожалению, мы не видим. Что касается законопроекта. На сегодняшний день, по имеющейся информации, в России имеется 152 испытательные станции, где содержатся следующие виды животных. Барсук 55 штук, кабан 57, медведь 77, лисица 68 штук. Это то, что зарегистрировано на сегодняшний день и то, что находится в поле зрения общественных организаций. Сколько на самом деле таких станций, никто действительно не может сказать. Одновременно с этим я хочу сразу пояснить. Когда мы работали над этим законопроектом, перед тем, как его рассматривать, мы попытались найти те станции, которые действительно уже работают на сегодняшний день бесконтактным методом. Это, в общем-то, не составило труда. И я вот избирался от Иркутской области. Прямо в Иркутске есть такая станция. Мы внимательно изучили, каким образом она работает. И видим, что там действительно подготавливаются собаки для охоты, причём для охоты в Сибири. И, собственно говоря, это не представляет какого-то такой вот катастрофы для подготовки животного. Что касается законопроекта и дальнейшей работы над ним. Мы обратили внимание на то, что речь идёт о локализации, в законопроекте о локализации вот таких вот станций по подготовке только на территории охотхозяйств, которые работают по охотпользовательским соглашениям. Тем не менее, у нас было изменение в законодательстве. И до этих изменений охотники, охотпользователи работали по долгосрочным лицензиям. На сегодняшний день в законодательстве они у нас приравнены друг к другу. Поэтому нам, конечно, необходимо будет этот пробел ко второму чтению устранить. В целом, есть целый ряд замечаний к законопроекту, которые мы можем устранить ко второму чтению. Поэтому мы просим вас поддержать данный законопроект при рассмотрении в первом чтении. Дополнительно я хочу сообщить вот о чём. Мы, когда общались и с охотниками, и с объединениями охотников, и с охотпользователями, говорили ещё вот о чём. Дело в том, что, к сожалению, вот такая достаточно пассивная позиция в отношении совершенствования законодательства об охоте, она привела к тому, что у нас есть ещё, остаются достаточно много пробелов. В частности, у нас нет специального законодательного регулирования, связанного с подготовкой и вообще содержанием охотничьих, служебных собак. Это вообще пробел, который нам предстоит ещё, соответственно, закрыть. В целом, я думаю, что за предстоящее время мы сможем доработать этот законопроект и, конечно, приглашаем всех к работе над поправками. Спасибо, прошу поддержать. Спасибо. Есть ли вопросы? Включите запись на вопросы. Торощина, Игорь Андреевич. Спасибо, Александр Дмитриевич. У меня к Ольге Викторовне. Ольга Викторовна. В пункте 3 статьи 4 закона об охоте гласит, что действие этого закона не распространяется на отношения, связанные с использованием и защитой диких животных, содержащихся в неволе. В законопроекте Вы предлагаете дополнить статью 32 пунктом 21.1, который предусматривает утверждение требований к вольерам и питомникам диких животных, а это не входит в сферу регулирования закона. Почему при подготовке законопроекта Вы не заметили эту концептуальную ошибку? Спасибо. Я готова отвечать. На самом деле я могу сказать, что на сегодня требования к вольерам и к питомникам не прописаны вообще нигде, поэтому сегодня мы вносим эту поправку. Сейчас юристы ее отработают. Морозов Антон Юрьевич. У меня вопрос к комитету. Уважаемый Николай Петрович, Вы привели такую интересную довольно статистику, что оказывается у нас в стране пока только одна станция, которая освоила бесконтактный способ дрессировки собак. Но ведь очевидно, что тут вопрос не только в традициях охоты, а в том, что в некоторых регионах живут люди, для которых охота – это не просто способ извлечения, а способ зарабатывания денег и зачастую единственный способ получения дохода, обеспечивающего их существование. В частности, в моих регионах, в Тверской и Новгородской области, тут недалеко, я знаю, что многие этим живут. Не получится ли так, что сейчас мы лишим охотников привычной для них системы? Да, я понял вопрос. Спасибо большое, Антон Юрьевич. Во-первых, я приводил статистику по количеству притравочных станций как таковых и не приводил статистику по количеству станций, которые работают на сегодняшний день бесконтактным способом. Я просто привел один из примеров, который работает у меня в регионе, с которым я мог ознакомиться, что называется, без труда. Если открыть, собственно говоря, интернет, можно увидеть и другие примеры работы станций, которые работают бесконтактным способом. Поэтому это не статистика. Что касается дохода. Знаете, мы тоже обсуждали этот вопрос. Но в целом, когда идет дискуссия на эту тему, часто проходит такое немножечко лукавство, можно сказать. Я объясню, в чем дело. Смотрите, если мы берем промысел охотничий, действительно, на котором люди зарабатывают. Кто это? Это соболь, если это мясо, это лось. Да, в основном вот эти вот виды. У нас нету постоянного промысла, за счет которого вообще живут люди. Это, например, на медведя. Поэтому здесь вопрос в том, что те примеры, которые у нас на сегодняшний день есть, они показывают, что все промысловые виды, во всяком случае, они абсолютно не претерпят каких-либо изменений, даже если еще более ужесточить вопросы подготовки собак. Что же касается охоты традиционной на медведя, на кабана, то, опять же, то, что мы смотрели и обсуждали, это вопрос, связанный прежде всего с развитием, может быть, даже немного иных каких-то традиций, в том числе перенимания. Но дело в том, что пока нас никто не убедил, не было ни одного примера, что действительно от этого пострадают охотники или будут подвергнуты какой-то опасности в том случае, если животное будет притравлено бесконтактным методом. Поэтому я хотел бы повторить то, что я обозначал в своем выступлении, что, конечно, нам нужно в дальнейшем развивать это законодательство. В частности, развивать законодательство о собаководстве, в том числе о бойцовых видах и так далее. Но на сегодняшний день у нас таких фактов, которые препятствуют принятию этого законопроекта, нет. Спасибо. Вопрос, Ольга Викторовна. Когда начинается вот этот сезон охоты, складывается такое впечатление, что охотников у нас на несколько порядков больше, чем объектов охоты. И после вот таких кадров, которые мы сейчас посмотрели, хочется просто задать вопрос, зачем люди идут на охоту. Ведь не голод большинство из этих людей гонит, а какие-то просто кровожадные инстинкты. А особенно это касается редких животных. Вот не пора ли нам, уважаемая Ольга Викторовна, все-таки навести с этим более серьезный порядок и ужесточить все-таки законодательство об охоте. Вы знаете, мы сегодня обсуждаем на самом деле только одну историю – запрет контактной притравки. Мы хотим прекратить издевательство над дикими животными, которые фактически сегодня элементарно сделать, предложив бесконтактную притравку. Я с вами абсолютно соглашусь. Давайте вместе подумаем, каким образом дальше усилить эту ответственность и в том плане, про который вы сейчас сказали. Кулина Алексеевна Владимирович. Спасибо. У меня вопрос тоже к Ольге Викторовне. Ольга Викторовна, теперь у нас, после принятия данного законопроекта, контактная притравка станет вне закона. Попадут ли люди, которые ей занимаются после этого, скажем так, запрещенной этой деятельностью, под действие предыдущего закона, который мы приняли, о жестоком обращении с животными? Сегодня у нас, что такое притравочная станция, не прописано ни в одном законе. И мы сегодня выводим из тени и легализуем понятие притравочной станции, что только в охоту годьях, только юридическое или физическое лицо, которое обладает правом для этого, все остальные случаи, о которых мы говорим, в черте городов, это реальное издевательство над животными, которое подпадает, по нашему мнению, под 245-ю статью Уголовного кодекса, которую мы только что донастроили и приняли вместе с вами в этом зале, в эту среду. Спасибо большое. Я хотел просто добавить, Вы абсолютно правы, нам, конечно же, нужно будет еще работать относительно ответственности и над тем, каким образом будет осуществляться право применения. Это нам нужно будет дорабатывать в обязательном порядке. Спасибо. Сысоев, Владимир Владимирович, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, новохода – это наша национальная особенность, она из-за не была на Руси, и, наверное, такой и останется. К сожалению, на комитете не с кем было тему обсуждать, кроме авторов. Потому что человек Минпериоды, кто пришел, он был ненадлежащим образом к этому обсуждению вообще подготовлен. И сегодня, к сожалению, в зале, наверное, нет представителей правительства и профильного министерства Минпериоды, с кем бы обсуждать вопросы права применения. Потому что есть реальная возможность, что все это уйдет просто в тень, и все это будет нелегально. Спасибо. Ольга Викторовна, у меня вопрос в следующем. Вот в части 4 вы предусматриваете и исключаете физический контакт между животными. Но у нас с вами есть пример той же Камчатки, где сегодня собаки являются теми животными, которые отпугивают медведей от населенных пунктов. Вот может быть, все-таки возможно предусмотреть и на этом этапе, до начальственных требований к варьерам и ко всей этой деятельности, и исключить из закона проекта именно речь, связанная с обесключением физического контакта между животными. Посмотрите, как закон будет работать, а дальше уже в этом направлении дальше двигаться. Как вы считаете? Конечно. Знаете, я еще раз оговорюсь, когда говорят уйдут в тень, они уже в тени. Они нигде и никем не регламентированы. Что касается самого главного, против всего сегодня выступают очень много, и мы видим действительно жесткое лобби, это запрет именно контактной притравки. Мы говорим о том, что натаскивание животного на животное в плане дрессировки и подготовки его к охоте осуществляется другими способами, через сетку, через стекло. Таким образом сегодня большая часть мира готовит охотничьих собак. Нилов Олег Анатольевич. Ольга Викторовна, к сожалению, контактная притравка тысяч, там десятков тысяч беспризорных собак на людей остается. К сожалению, не услышано главное, на мой взгляд, требование зоозащитников, обязательное чипирование всех собак, особенно опасных пород, и обязательная ответственность потом владельцев этих собак, которые их выкинули на улицу. Вот это когда будет услышано и когда поступят такие поправки в законодательстве. Коллеги, это, конечно, не имеет отношения к этому закону, но в основном базовом законе, который готовили весь этот год комитеты, продолжает работать над ним комитет по экологии, мы столкнулись с одной нормой, которая сегодня есть в законе о ветеринарии, учет и идентификация. Каждое рожденное, я приведу пример, сельскохозяйственное животное, свинья, когда рождаются поросята, мы ведем к ветеринару и учитываем его, делая прививки. Оно безопасно для нас. Предполагается сегодня по этому закону, что и любое животное, кошка или собака, тоже должны быть учтены и безопасны для нас, потому что закон о безопасности животных, но и в первую очередь о безопасности людей. По этому вопросу правительство донастраивает нормы, и мы вместе с правительством и экспертами продолжаем работать по этому направлению. Что касается неучтенных вопросов, коллеги, их огромное количество по отношению к животным. Содержание приютов, проживание диких опасных животных в квартирах, передвижные дельфинарии, контактные зоопарки в торговых центрах, когда мы ежедневно десятки животных просто выбрасываем после того, как их за уши подергали дети, краснокнижные животные, над которыми мы действительно порой издеваемся. Это блок вопросов огромен. Сегодня мы рассматриваем лишь небольшую конкретную часть. Запрет контактной предправки, которая тоже вызывает всплеск недовольства и у нас, и у зоозащитников. Спасибо большое за вопрос. Пивненко Валентин Николаевич. Спасибо. Уважаемая Ольга Викторовна, Николай Петрович, возможно, кто-то из вас ответит на вопрос, который я получила из обращения Общества охотников Республики Карелия буквально сегодня. Значит, они обращают внимание на то, что услуги, предусмотренные по подготовке и обучению животных для подготовки только собак охотничьих пород и ловчих птиц. И обращают внимание на то, что у нас нет перечня охотничьих собак, так ли это или нет. Если это так, то когда такой перечень появится? Давайте, если можно, я начну, а Николай Петрович, как председатель профильного комитета, продолжит. Когда действительно стали поступать факты о том, что на притравочных станциях подготавливают не только охотничьих собак, но и бойцовых, и просто собак, встал вопрос, для какой цели это делается. Потому что потом эти собаки, большинство из них, живут в квартирах, и они представляют для нас действительную опасность. Поэтому в цель закона об охоте, без запрета контактной тренировки, только охотничьих собак. Шалеп, Евгений Валерьевич. Николай Петрович, Николай Петрович, пожалуйста. Я постараюсь ответить. Вы абсолютно правы, у нас такого перечня нет, у нас есть традиция, в рамках которой целый перечень пород является охотничьим. Но здесь есть еще очень важный момент. Дело в том, что мы, я уже в своем выступлении говорил, что нам необходим, конечно, такой закон, и нам нужно разобраться. Потому что здесь же есть и обратная сторона медали. У нас русские борзы могут находиться в квартире в 30 квадратных метрах. И что это? Это тоже жестокое обращение с животными, вероятно. Но формально, на сегодняшний день, они имеют право там находиться и, в общем-то, прогуливаться по маленькому какому-нибудь двору. Нам необходимо это сделать. Ответа от Министерства природных ресурсов на сегодняшний день пока о подготовке подобных законопроектов у нас нет. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день такое бремя подготовки и развития этого законодательства должно лечь на нас с вами, на депутатский корпус. Ольга Викторовна, меня как профессионального охотника не очень интересуют крокодилы, змей и прочие животные, которые там в Красной книге находятся. Речь идет об испытательных станциях. Вы когда-нибудь были на охоте на медведя или на вепре? Головой мотните просто, да, или нет? Я так понял, не были, да? Очень замечательно, уважаемые депутаты, что у нас вот Вера Анатольевна, Ольга Викторовна обсуждают темы, в которых вообще ничего не понимают. А вопрос у меня заключен, значит, Николай Петрович, к вам. Почему сегодня нет ни одного эксперта от Росохода рыболовства здесь? Почему нет специалистов, которые бы нам пояснили, что это такое и какие последствия будут у нас после принятия этого закона? Пожалуйста. Я думаю, что если у нас будет в регламенте прописано, что у нас на рассмотрении на палате законопроекта должны присутствовать представители общественных организаций, мы, несомненно, будем сюда привлекать таких граждан. На сегодняшний день мы такой возможностью пользуемся в рамках рассмотрения законопроекта комитета. Тимофеев, пожалуйста. Коллеги, я хочу сказать, что мы с вами представляем все регионы, Российской Федерации. И эксперты, профессиональные сообщества и правительства высказывают нам свою точку зрения. А мы с вами здесь не сообщество охотников, а мы здесь сообщество депутатов, которые принимают законы ради всей страны. Иванов Сергей Владимирович Павлович 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 Павлович. Я готов ответить. Мы рассматривали специально этот вопрос. Дело в том, что закон об охоте, да, те изменения, которые вносились до этого, они действительно касались в том числе полномочий, которые затрагивают, ну, полномочий регионов. Те три статьи, которые меняются на сегодняшний день, мы специально проводили соответствующие, ну, там, и дискуссии, которые смотрели юридическую экспертизу, они не касаются и не затрагивают полномочий регионов. Ни одна из трёх статей, в которые вносятся изменения. Поэтому мы приняли решение, что это не совместное увидение законопроекта. Кобзев, Юрий Викторович. Уважаемая Ольга Викторовна, скажите, пожалуйста, здесь написано, что федеральный закон вступает в течение шести месяцев с момента опубликования. Для чего нужен столь длинный срок, чтобы прекратить данный вид притравы? Мы обсуждали с правительством России, и правительство предлагало более долгий путь, год, для того, чтобы действительно можно было предложить бесконтактные способы притравки и легализовать, потому что там у нас стоит вопрос о том, где проводится бесконтактная притравка, что это такое и кто имеет право её проводить. Именно поэтому, потому что мы с вами поймём, понимаем, что с завтрашнего дня после принятия закон не заработает, мы даём реальный срок для того, чтобы этот закон смог заработать. Ганзя Вера Анатольевна по ведению. Спасибо, Александр Дмитриевич. Я думаю, что наш регламент не предполагает переходы на личность, а здесь затронута была и Ольга Викторовна, и я. Поэтому я бы хотела сказать, что обсуждать эти законопроекты только с позиции заинтересованных лиц крайне неправильно, и не только с точки зрения регламента, а ещё с точки зрения морали. И сегодня надо понимать, что вот эта охота, она сегодня привела к уничтожению огромного количества видов животных в нашей стране. И надо думать ещё и об этом. Спасибо. Так, коллеги, если желающие выступить, включите режим записи. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, и мы сегодня с вами делаем очередной очень важный шаг в деле гуманизации законодательства в сфере обращения с животными. Эту работу начала Государственная Дума именно нашего созыва, именно седьмого созыва. Я вас просто верну в позавчерашний день. Вот позавчера мы здесь, в этом зале, ужесточили с вами наказание за жестокое обращение с животными. За это теперь предусмотрена реальная уголовная ответственность. Более того, позавчера мы с вами записали в законе, что животное – это не вещь, что животное может чувствовать. И сегодня мы с вами видели на экране, что именно чувствуют животные на притравочных станциях. Я не знаю, как вот у кого повернется язык назвать это притравкой. Это не притравка, это травля. Это варварство, дикость и средневековье. Поэтому вот точка зрения депутата Шулепова совершенно не совпадает с точки зрения фракции «Единая Россия». В этом вопросе я имею в виду. Поэтому, коллеги, я вам могу сказать, что вот здесь прозвучали цифры. Цифры. 150 у нас этих притравочных станций. 200 у нас этих притравочных станций. Никто даже не знает, сколько их. Мы сейчас подняли информацию, у нас встречаются цифры, что их 2 тысячи или 4 тысячи по России, неучтенных. Вы можете представить, что их даже никто не посчитал. Это значит, они полностью находятся в тени. Это значит, они полностью функционируют вообще вне правового поля. Это значит, они не просто не соблюдают никакого законодательства. Они еще и налоги не платят, при том, что они занимаются коммерческой деятельностью. Теперь посмотрите, где это все происходит. Гаражные кооперативы. Как вам, вот притравочные станции, организованные в гаражных кооперативах. Посреди частного сектора, прям посреди жилых домов, выкупили участок садовой, притравочная станция. Посреди многоэтажных, многоквартирных домов. Да, пожалуйста, вы сегодня можете отловить где-то животное, посадить его в клетку, у себя в гараже эту клетку поставить, и повесить там табличку, что это притравка, и брать за это деньги. Причем стоимость этой притравки различается от 200-300 рублей за натравливание на зверя до верхний порог, я нашел, 20 тысяч рублей. За 20 тысяч рублей вашим собакам дадут загрызть кабана, потом плохое мясо покусанное отдадут собакам, а из хорошего мяса вам там же пожарят шашлык, прямо на природе. Это притравка или это средневековое варварство и дикость? Поэтому, коллеги, я думаю, что никто не согласится, что это может происходить таким образом, и что это можно назвать иначе, как живодерством. А тем, кому мало было этого ролика, который нам Ольга Викторовна, спасибо, показала здесь, потому что это надо хоть раз увидеть своими глазами, я вот рекомендую, вы просто забейте в любой поисковик животные на притравочных станциях и нажмите вкладку «Картинка», и там вам столько, я прошу прощения, вывалится вот этого добра растерзанных абсолютно животных. Слушай, я вам могу сказать, вот этих животных, которые там на притравочных станциях, их даже транквилизаторами не обкалывают, экономят даже на этом, чтобы они были менее подвижными и не причинили, не дай бог, вреда собакам. Им вырывают клыки или спиливают, им вырывают когти, их привязывают к деревьям, их держат специально в тесных клетках, чтобы они потеряли подвижность. Ну, а самое частое, их просто морят голодом, потому что что на них переводить еду, так рассуждают вот эти хозяева притравочных станций, и потом на этого обессиленного зверя спускают собак. Откуда там звери берутся? Очень частый пример туда списывают цирковых, например, зверей. Медведь на пенсию вышел, его на притравочную станцию отправили. Это вот подмосковная притравочная станция, самая беспредельная. Больше всего в интернете про нее вы найдете информацию. Там живет цирковая медведица, которую приковывают к столбам, ее рвут собаки каждый раз. Потом обратно в клетку, если выжил, конечно, потому что если не выжил, тогда шашлык. Потом в клетку, и после этого вне всякой ветеринарной помощи. И животное либо в муках, истекая кровью в этой клетке, умрет. Если оно выживает, его снова отправляют на эту притравку. Вот так функционирует этот бизнес, который полностью находится в тени. Причем наш анализ, который наш комитет провел, показал еще и, что на этих притравочных станциях большая часть посетителей вообще не имеет охотничьих билетов. Это вообще не охотники. Это люди, которые купили себе собаку и хотят поразвлечься таким образом. То есть это становится уже таким жестоким очень развлечением. Поэтому мы будем вносить поправку еще в этот законопроект, который разрешит пользоваться услугами бесконтактных притравочных станций только тем, у кого есть охотничий билет. Чтобы отсечь вот этих вот извергов и живодеров, которые просто поиграть туда пришли. Значит, собачку свою побаловать живой кровью и живым мясом живых животных. Поэтому, значит, я вам больше могу сказать. Я посмотрел форумы охотников. Там кинологи бьют тревогу, потому что вот эта контактная притравка, когда собаке не надо охотиться, когда вот он рядом, зверь, она ведет к деградации целых пород у нас в Российской Федерации. А в некоторых регионах России, например, на севере, в некоторых северных регионах, охотники даже не берут таких собак, выросших на контактных притравочных станциях, на охоту. Потому что это реальный шанс потерять собаку. Потому что там-то зверю никто когти с клыками не вырывал. И не приковывал его к столбам. Поэтому мы будем настаивать на том, что была жесткая формулировка, полный запрет физического контакта. Мы будем настаивать, чтобы на эти притравочные станции, наконец, зашли надзорные ведомства. Потому что сейчас там нет никого. Там нет ни ветеринаров. Там нет ни других надзорных ведомств, которые бы могли следить за тем, что там происходит. Мы будем настаивать на том, чтобы это были либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица, которые будут этим заниматься профессионально, в охот хозяйства, без физического контакта и с уплатой налогов. И, коллеги, фракция «Единая Россия», естественно, будет голосовать за принятие этого закона в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Иванов Сергей Владимирович. От фракции, от фракции. Как я ненавижу лицемерие. Вы знаете, вот сколько здесь стояло людей, ипотечников, у которых валютная ипотека отбирала последнее. Что Государственная Дума для этого сделала? Тишина. А вот тут, понимаешь, пришли зоозащитники, постояли, и тут же, блин, за неделю этот данный законопроект разработан и внесен. Товарищи, а вы что, вот все авторы, я поражаюсь, да, молодец, все-таки «Единая Россия», есть нормальный товарищ. Никто ни на охоте не был, ни на притравочной станции, не знает, что это такое, с чем это едят, кабана рядом, сикача, не видел. И вносят подобные проекты и рассуждают, и показывают нам вот эти ужасные соплежуйные фильмы. Гляньте, что творится у нас. Ай-яй-яй-яй-яй. А давайте покажем такие же фильмы, где собакам трепанируют череп, вставляют электроды, как на них испытывают препараты и прочее, прочее. Или мы будем это делать на злозащитниках, которые животных там болеют. Вы перестали ходить в шубах своих, что ли? Коллеги, вы что делаете? Вообще я не понимаю. Вы вообще лишаете Россию ее достоинства собаке, вернее охотничьего. У нас скоро мужиков не будет. Охота от слова «хотеть». Понимаете вы это или нет? Никто не возит этих собак для того, чтобы они там посидели, душу свою потешили. Это нормальная селекционная работа. Давайте боксерам не будем давать, чтобы они морду друг другу били на ринге. Пусть по фотографии лупят, товарищи. Вот что, в чем проблема? Бесконтактная натаска собак. Это что? Нет, есть такое дело. Действительно, лайка, она может, там, видит белку на сосне, она бегает, облавит. Это бесконтактно, совершенно верно. Собака загрызла. Вы видели, что в собаке загрызли кабана? Да я никогда в жизни этого не видел. Вообще ни разу. Давайте пусть хирурги не делают операции, пусть они на мумиях это делают. И вообще, как это вообще делается? Я не знаю. Почему медики молчат? Понимаешь, студенты трупы препарируют. Это же оскорбление какое, а? А зоозащитники будут спокойны. И прочие товарищи, которые, чтобы вот так вот попиариться, значит, начинают такие законопроекты вносить. Ребята, вам еще раз говорю. Во-первых, законопроект внесен с нарушением регламента. Законопроект об охоте всегда являлся законом совместного ведения. Откройте, прочитайте Конституцию. Статья 72-я. Все, что касается использования охотничьего мира и ресурсов и так далее, это совместное ведение. Как Российской Федерации, так и регионов. Ничего подобного не соблюдели. Комитет так решил, что вот эти вещи, то есть правила охоты, которые могут устанавливать, как раз, между прочим, регионы, здесь вот эти поправки вносятся. Теперь комитет решил, что это не является предметом совместного ведения. Теперь это мы и будем здесь решать. Это первый момент. Второй момент. Задали вопрос, между прочим. В первой статье, в третьей написано, что не регулируется данным законопроектом условия содержания диких животных в неволе. Здесь устанавливают правила, какие должны быть там чуть ли вольеры, как они должны выглядеть, что-то в регистрации и прочее, пятое, десятое. Полнейшее противоречие одного другому. Нам говорят, ну, ко второму чтению, дескать, подумаем. Уважаемые коллеги, я вам еще раз говорю, не делайте из людей, из наших охотников, из наших собак, кастратов. Понимаете вы, в чем дело? Это нормальная селекционная работа. К вязке допускаются только те собаки, которые проходят эти тесты. И это абсолютно хорошо. Или вы хотите, ну, слушайте, я уж не знаю, что там, давайте я Путина тогда в качестве помощи там приведу. Вы вчера смотрели эту пресс-конференцию, да? Помните, он там анекдот рассказывал по поводу того, что сынуля поменял кортик на часы. И вот когда на наших там выставках скажут, а чего ваши собаки-то не приехали участвовать в выставке? Мы что скажем там, что за допинг, что ли, их дисквалифицировали? Нет, мы скажем, их нет у нас больше. Потому что вот такие вот, с позволения сказать, зоозащитники прекратили полностью селекционную работу в России. У нас уже наших гонщих не осталось, борзых не осталось. Лайки, правильно спрашивали корейские охотники? Карело-финская лайка, это наш, я не знаю, стратегический запас, черт побери. Таких пород нигде в мире нету. И вы хотите из них, что вы сделать хотите из этой собаки? Чтобы она белочку там по рисуночку или... Как вообще это можно без контакта? Вот объясните, как? Ну как, как во всем мире? Да вы не были во всем мире, вы за весь мир, не говорите, коллеги. Начинают нам приводить. Горячие финские лайки, да? Горячие финские лайки покусали там горячих финских белок. О чем вы мне рассказываете? Коллеги, сначала походите на охоту, елки-палки, а потом законопроекты вносите. Мы не против того, чтобы наводили порядки. Совершенно верно. Надо наводить порядок, надо, чтобы было урегулировано, надо, чтобы было официально, юридические лица и так далее и тому подобное. Вы же так до чего дойдете? А давайте посмотрим, как дрессируют там медведей, я не знаю, тигров, лошадей и прочих товарищей в цирке. Цирк давайте закроем. Ведь там же тоже их бьют, елки-палки. А вы знаете, что в советское время заки использовались для того, чтобы наши спецподразделения оттачивали свое мастерство? Я посмотрел бы, как себя вела бы эта товарищ зоозащитница, которая там за права животных борется, когда ее попытались бы ограбить, а собака, которую товарищ полицейский сказал, фас, подошла и сказал, что-то, слушайте, я на него не тренировался, на нем нет вот этих всех обвязок, маски там, ватных штанов и так далее. Слушайте, вы знаете что, вы, конечно, примете этот законопроект, но миллион охотников, и я в том числе, я вам после этого руки не подам. А как голосовать, Казахстан? Вы проще, я проще, я проще, а нам как быть? Шин, Олег Васильевич, по совести надо голосовать, по совести, коллеги. Вот и проголосуйте по совести. Пожалуйста. Слушайте, ну совесть закрытой не бывает. Вот смотрите, вы же предлагали нам здесь, и депутатам говорили, значит, и носом их пытались вот так вот по совести голосовать. Вот и голосуйте по совести. Пускай все знают, у кого где эта совесть зарыта. Пожалуйста, Олег Васильевич. В книге «Исход», 22 глава, сказано «Ворожаю убей». Это традиция, ей несколько тысяч лет. И, наверное, логично, если люди говорят про традицию, чтобы они говорили про традицию в широком смысле этого слова, а не вычиняли какой-то единственный элемент, который лично им выгоден и лично им интересен. В нашей стране порядка трех миллионов охотников, имеющих соответствующие билеты, но многие из них охотятся на крупную дичь. Только полпроцента охотников получают от этого числа лицензию, скажем, на добычу лоси. По медведю то же самое, по другим крупным животным то же самое. Поэтому не надо рассказывать, что этот закон бьет по миллионам охотников, это неправда, это ложь. В основном миллионы охотников охотятся на птицу, на мелкую дичь, и никакого отношения к ним непосредственно закон этот не имеет, и давайте не будем об этом говорить. Правда, среди тех охотников, которые побогаче, действительно, процент людей, которые очень заинтересованы в сохранении действующего положения вещей, вот этой вот самой традиции, он, конечно, гораздо выше. Что касается угрозы от дикого мира для человека. От медведей в год на планете Земли, а не в России, погибает 10 человек, включая там Канаду и другие всякие северные страны. От сосулек в Российской Федерации в год погибает 100 человек. От автолюбителей 6 тысяч пешеходов. Поэтому, когда мы говорим про какие-то опасности, давайте будем соразмерять эти опасности между друг другом. Это будет честный подход, а не вычленный в рамках чего-то отдельного. Далее. Ну, а какое отношение вообще имеет к безопасности? Не к развлечению, а вот именно к безопасности тех же самых охотничьих собак, к тем, чтобы они были более тренированы, контактная притравка по отношению к кролику или к еноту. Ну, какой вред кролик может принести охотничьи собаки? Задумайтесь об этом. Поэтому в большинстве стран, куда мы тоже вроде как стремимся вместе с ними, со времен книги бытия и книги исхода, в большинстве тех стран, которые относятся к категориям, ну, как привычно говорить, более развитых, контактный способ на самом деле запрещен. И приветствуется бесконтактный способ, причем это относится ведь в том числе и к странам Северной Европы, Швеции, Норвегии, где климатические условия, они достаточно похожи на нас, но поскольку они немножко отошли от собственной традиции и пошли чуть вперед, у них уровень жизни выше, чем у нас. Это закон об изменении культуры, закон об изменении этики. Это закон о гуманизации общества, потому что только в гуманном обществе может быть действительно какое-то развитие и процветание. И мне, кстати, как вегетарианцу об этом очень легко говорить, об этом законе. Поэтому Спредлевая Россия, которая тоже является соавтором этих предложений, будет голосовать за данный законопроект. Спасибо, Олег Васильевич. Пожалуйста, заключительное слово докладчику. Пожалуйста. Я, можно отсюда тогда? Можно. Коллеги, я хочу сказать, что когда нам говорили, мы ни разу не были на охоте с представителем КПРФ, хочу сказать, что среди авторов законопроекта есть реальные охотники, которые сами внесли этот законопроект. Фамилии называть не буду, но на самом деле это и руководители фракции, и достаточно высокопоставленные чиновники Государственной Думы. Вот с женщинами, знаете, вот по поводу равных прав и равных обязанностей, про гендерное равенство и поговори, а? Знаете, вот и всё. Ну, знаете, пожалуйста, докладчику, заключительное слово. Да, Сергей Иванович, вы мне всё ближе. Спасибо. Спасибо большое. С вашей позицией. Коллеги, вообще, когда говорят о лицемерии, нужно, я думаю, как-то и на себя немножко посмотреть. Почему? Потому что, если мы говорим о последовательности в нашей работе, мы, я считаю, должны действительно придерживаться каких-то основных принципов. Вот смотрите, у нас запрещены бои между собаками. Натравка друг на друга собак, да, это запрещено. Почему натравка собак и, я не знаю, там, енотов, она должна быть разрешена? Что касается вопроса, связанного с видением, соответственно, совместное или нет. Да, действительно, тоже, мне кажется, не надо передёргивать. Почему? Потому что, если мы говорим о совместном видении в использовании охотничьих ресурсов, да. Если мы говорим о правилах охоты, да, но скажите, пожалуйста, момент сам притравки и работа притравочной станции, как напрямую, только напрямую, юридически, связано с использованием охотничьих ресурсов страны? Никак. Это совсем другой вопрос. Поэтому давайте здесь тоже будем последовательно и будем действительно говорить то, что есть на самом деле. Я считаю, что законопроект правильный. Мы должны всё-таки уходить от, может быть, от каких-то традиций, которые относятся в том числе и к Средневековью. Вот у нас даже, я вот сейчас специально смотрел, в Каталонии последний раз коррида прошла в 2012 году. Это тоже традиция. Это тоже был абсолютно серьёзный вопрос, который рассматривался и на уровне парламента, и как угодно. Но от этого отказались. Кстати, если смотреть по каким-то аналогиям, много каких-то средневековых традиций есть, от которых мы тоже с вами отказались. Мы не должны возвращаться всё время в Средневековье. Поэтому давайте мы будем последовательны. То, что необходимо делать, то, что дальше надо развивать законодательство об охоте, да, я об этом говорил. И о том, что на сегодняшний день министерство в этом плане не дорабатывает, мы отмечали в том числе и на заседании комитета. Но этот законопроект принимать надо. Я прошу поддержать Государственную Думу при принятии этого законопроекта в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, полномочный председатель президента. Нет. Правительство. Нет. Уважаемые коллеги, это сложный на самом деле законопроект. Вот. Непростой. Но что касается охотников, действительно тех, кто добывает зверя, а не убивает его и оставляет шанс всегда зверю, думаю, что решение будет даваться очень даже просто, потому что это решение по совести. Мы с вами не варвары, мы с вами не живодёры, мы с вами люди. И когда речь идёт о притравочных станциях, где небольшой зверёк, который только появился на свет, забирается на притравочную станцию, и потом вот так его вся жизнь складывается, что вырывает когти, клыки, и на нём тренируют собак, это, скорее всего, всё-таки истязание животных. И даже показывать это нельзя детям, потому что дети, которые видят это, вот то, что в Ютюбе показывают, становятся жестокими. Охотник точно не обладает такими качествами. Он не может быть охотником, если он жестокий, жестокий человек. Ещё раз повторяю, это добыча зверя, а не истязание зверя. Кому нравится смотреть на истязание, надо идти к психиатру. Задумайтесь об этом, коллеги. И когда мы с вами говорим о позиции, я говорил, ещё раз подчеркну, давайте голосовать по совести, потому что, принимая это решение, мы с вами на самом деле думаем о наших детях, потому что они вырастут и будут теми охотниками, которым не захочется истязать, которым захочется добывать и которые будут, может быть, больше любоваться зверями, которые у нас с вами находятся в лесах, на полях. И, как правильно говорит мой коллега Неверов, им будет больше нравиться фоторужьё, их рука будет тянуться к фотоаппарату, а не к ружьё. Это тоже неплохо. Коллеги, ставится на голосование 45-й вопрос нашей повестки о проекте федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части запрета применения контактных способов тренировки и дрессировки животных. Пожалуйста, включите режим голосования. Сергей Иванович, поддержи, как охотник охотника. Поддержи закон. А? Ну, ко второму чтению есть время подумать. Пожалуйста, покажите результат. Уважаемые коллеги, законопроект в первом чтении принят. Спасибо большое.